В центре этой экспозиции находятся пейзажные работы Анатолия Титова, виды русских деревень, заливные луга, уголки крестьянских хозяйств. В год 125-летия Сергея Есенина в картинах Титова особенно отзываются отголоски народной тематики рязанского поэта. В этих картинах вся Россия от скромного обаяния деревянных изб до монументальных видов бесконечных просторов. Мы видим здесь прекрасные пейзажи, осенние пейзажи. Это вида Константинова, и когда мы смотрим на эти живописные места, такие теплые, такие родные, такие узнаваемые, невольно в памяти всплывают строки Сергея Александровича Есенина. Вот, например, сейчас мы стоим у пейзажа, обращаем внимание на луну потрясающую и вспоминаем, конечно, шаганетта моя шаганетта, потому что я с севера, что ли, что луна там огромней в сто раз. Как бы ни был красивший раз, он не лучше рязанских раздолий. Любимое стихотворение поэта найдется у каждого, ведь, как никто другой, Сергей Есенин одушевляет мир вокруг себя, оживляет природные явления, и в таком видении мир очень близок к каждой русской душе. Спит ковыль, равнина дорогая, и свинцовы свежести полынь. Никакая родина другая не вольет мне в грудь мою теплым. Знать у всех у нас такая участь. И, пожалуй, всякого спроси. Радуясь, свирепствуя и мучаясь, хорошо живется на Руси. День рождения поэта выпал на период золотой осени, времени, когда вдохновение оживает. В этот юбилейный год, 3 октября, стихи Сергея Есенина разносились над заокскими далями. Моноспектакль Сергея Безрукова «Хулиган-исповедь» состоялся прямо в родном селе поэта. Там на севере девушка тоже. На тебя она страшно похожа. Может, думает обо мне. Шагами ты моя! Шагами! Фантастические краски осени, прозрачная осень небосвода и легкая печаль, неизменно связанная с этим временем года, всегда будут вдохновлять поэтов и художников. И каждому русскому человеку спустя 100 лет будут понятны и близки строки. Тихо в чаще можжевеля по обрыву. Осень рыжая кобыла чешет гриву.